Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. А в нашей студии Денис Боков, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Мы видели, сколько людей в этом году участвовало в параде победителей. Было очень приятно наблюдать, что от мала до велика. Все вышли с портретами своих дедушек, прадедушек. Долго ли готовились к этой акции? Впервые мы заявили о том, что мы будем проводить в 2013 году. Мы провели ее в ряде муниципальных образований Рязанской области. И в 2014 году мы ее провели как генеральную репетицию к 70-летию победы. Посмотреть, как люди будут реагировать, как особенности организации. И уже в прошлом году у нас приняло участие в акции более 20 тысяч человек. И, конечно, вот это все и шла подготовка, собственно говоря. Но этот год он стал особенным, потому что этот год 70-летия победы. И вдвое больше, мне кажется? Нет, втрое больше. В три с половиной раза больше. Мы заявляли 40 тысяч по области, а пришло у нас во всех муниципальных образованиях 70 тысяч человек. Это вот данные 30 минут назад мы получили по всем муниципалитетам. И совместно с муниципалитетами готовили в каждом муниципальном образовании. Не все ведь еще зарегистрировались? Зарегистрировались не все. Конечно, ну, понятное дело, что многие, кто выходят на парад победителей, взрослые, пенсионеры и так далее, мы их видели на параде победителей. Многие молодые, кстати, не регистрировались, ну, по разным причинам. Ну, или шли с колясками, с детскими колясками, с малышами. Было здорово, на самом деле. Здесь надо понимать, разделять две вещи. То есть, количество зарегистрированных на сайте на сегодняшний день, ну, и, в принципе, на 9 мая эта цифра была, более 35 тысяч. Это 35 тысяч портретов ветеранов и героев Великой Отечественной войны, участников войны. А на парад люди выходят и с семьями, люди выходят с детьми. Если так же я, например, шел с портретом своей бабушки. Я только хотела спросить, вы сами принимали участие? Да, но я в организации принимал участие, поэтому у меня в одной руке была рация, а в другой руке портрет. Но я не мог его отпустить, я его держал. Потом, когда я встретил с своей женой на доме художника, мы встретились, потому что ребенок маленький, всю дорогу трудно пройти, я передал ей. Поэтому мы шли втроем с портретом бабушки. Брат у меня шел с портретом дедушки. Расскажите о них немножко. Ну, у меня дедушка по линии мамы, он ветеран Великой Отечественной войны, я ему очень сильно горжусь. Это одна из самых главных гордостей в моей жизни, в принципе. Он был партизаном, участвовал в партизанском движении в Крыму, сам из Крыма. И был партизаном с 1941 по 1942 год, потом оказался в госпитале в Сочи. И после этого, с 1943 года он принял участие в регулярных войсках, дошел до Будапешта. И там познакомился с бабушкой, и там они, собственно... А бабушка работала на санитарном поезде, она стирала гимнастерки, стирала... Красивая история такая получается. Очень, да. Бабушка из Твери, дедушка из Крыма. И когда они там встретились в Будапеште, они переехали на Украину. И вот жили на Украине, там уже у них родились три дочери. Поэтому и там очень много героического. И про отряд нашего деда Хрустунов Николая Дмитриевича его зовут. Про их отряд в том числе написана книга, большая книга. Илья Вергасов, автор, называется «Крымские тетради». Она художественно-документальная, кстати, рекомендую прочитать. Интересная очень книга. И там то, что дед рассказывал, тоже есть. Поэтому этот автор был у нас дома, там на Украине в доме. Приезжал, жил и узнал, книга писалась 20 лет. Поэтому это гордость, это гордость. Вот если Рязань позволяет выйти красиво, то есть длинная улица, всех видно, из высотных домов люди могут просто посмотреть, как шагает парад победителей, что все герои прошлых времен, они принимают участие в этом 70-летнем юбилее Победы. То как в районах все это происходит? Сложнее в селе. У нас 29 крупных муниципальных образований, есть еще сельские поселения. Но если даже открыть социальные медиа, вот сейчас ВКонтакт и Твиттер, можно увидеть, что в ряде муниципалитетов есть фотографии сел. Да, там немного людей. 100-120 человек, где-то, может, 50 человек. Но для села это достаточно. Да, это многие вышли. И люди выходят, также идут по улицам села для того, чтобы... Ведь в чем заключается смысл этой акции? Это мы даем возможность людям гордиться, показать. Ведь люди идут по этой улице, не важно, что это за улица, улица центральной города Рязани или центральной улицы села. Человек идет, он проявляет таким образом своего гордость за историю своей семьи. И он с гордостью держит этот портрет у себя на голове. Это самое главное, это самое важное. Я думаю, что это акция «Жить». И тот портал, который мы сделали, который мы планировали как технический портал для того, чтобы регистрировать людей, сейчас это фактически народная книга ветеранов великой. 35 тысяч фотографий, портретов. Люди загружают, продолжают загружать эти портреты. Это очень важно. И кроме того, мы на этом портале в этом году, мы его обновляем постоянно. То есть, это уже такой живой большой организм. На нем сейчас зафиксированы места, памятники героям Великой Отечественной войны по всей Рязанской области. И мы будем его пополнять. И книга «Солдат Победы» тоже туда загружается частями. Она практически сейчас уже полностью загружена. Немножко расскажите о таком проекте, как волонтерский корпус. Мы привыкли к тому, что есть волонтерские отряды, движения. Но вот это словосочетание достаточно новое тоже. Да, это федеральный проект. Мы подключились к нему активно, с энтузиазмом. Почему? Потому что если мы организуем такие акции большие, если мы привлекаем такое огромное количество людей, если мы хотим, чтобы это было качественно, для нас важно, чтобы это было качественно, мы должны работать в том числе с волонтерами. Есть федеральный сайт волонтеры70.рф от Рязанской области. Мы провели рекламную кампанию. От Рязанской области было зарегистрировано более 3 тысяч человек. Мы провели семинары для всех муниципалитетов. Выезжали специально, проводили семинары для волонтеров. Выбирали руководителей из числа молодежи. И уже эти люди проводили кампанию по набору волонтеров у себя в муниципальном образовании. Поэтому у нас столько людей зарегистрировалось. Проводя такие мероприятия, как парад победителей, как акция Георгиевская ленточка в муниципалитетах, важно участие волонтеров, кто это будет делать, кто будет помогать, кто будет содействовать. У нас только в городе Рязани 9 мая 240 волонтеров работало, которые были обучены, которые мы с ними несколько раз встречались, подробно проговаривали функцию каждого волонтера. И ленточки, надо признать, были у большинства на празднике. Ленточки раздавали волонтеры. Волонтеры накануне, в ночь, до этого, они складывали ленточки в виде банта и прикалывали к ним значок парада победителей, который тоже мы заказывали. Специально 12 тысяч значков не хватило. Мы сделали атрибутику для каждого волонтера. У каждого волонтера была футболка. Кепки были у руководителей направлений. И волонтеры отработали отлично. И огромное им за это спасибо. Я думаю, что для них это важный вех в их деятельности, в их жизни. Потому что участие в таком проекте, историческом проекте фактически, потому что это в год 70-летия победы, станет для них добрыми воспоминаниями. А может кто-то и, я уверен, что многие из них продолжат участие в подобных мероприятиях в дальнейшем. Наша телекомпания следила за парадом в прямом эфире. Но, вы знаете, на мой взгляд, самое интересное было уже после, когда начали складывать камеры. И вот совсем малявочки, маленькие детки в форме, в фуражках, то есть красивые, они замирали перед ветеранами, установились в струнку. То есть их никто этому не учил. То есть идет ребенок, видит ветерана. Он встает, вытягивается, начинает читать стихотворение. То есть вот мне кажется, вот этому научить особо нельзя. Это есть. Этому нельзя научить. Нельзя научить людей петь песни. Когда они идут, мы в прошлом году, когда впервые проводили, это было до муража, когда люди начинают просто петь песни. Кричать, кричалки, другие подхватывают. Когда люди, которые стоят по обочине дороги, начинают аплодировать. Тоже, когда ты идешь с портретом, это особое ощущение. Потому что ты несешь ответственность за историю, за память, за память своей семьи. Это важно. Нельзя научить людей регистрироваться на сайте, регистрировать своих родственников. Это тоже побуждает людей узнать, а что в моей семье было. И когда мы видим, это тоже неожиданно было, когда мы видим на фотографиях этих героев на сайте фото, сфотографированные с надгробий, это тоже о многом говорит. Это говорит о том, что человек, современный фото, человек захотел зарегистрироваться. Специально поехал. Специально поехал на кладбище и сфотографировал с надгробия фотографию. У него нет даже этой фотографии. Но мы побудили вспомнить его об этом. С одной стороны, это печально, что человек сейчас только вспомнил об этом. А с другой стороны, это отрадно. Вот здесь поздно не бывает никогда. Поздно не бывает никогда, совершенно верно. И мы же давали возможность на сайте людям 300 символов, в 300 символов вложить текст какой-то о своем герое. Когда мы видим некоторые тексты, нам хочется сделать фото-выставку отдельно с этими текстами, с самыми проникновенными. Потому что некоторые тексты действительно очень проникновенные. Люди пишут о душе и от сердца. Это важно. Я хочу сказать, что Парад Победителей и Бессмертный полк, как он называется в федеральном, федеральный проект называется Бессмертный полк. У нас называется Парад Победителей принципиально. Потому что мы все-таки, я хочу официально это сказать, заявить, то что мы получили письмо в 2012 году, в конце 2012 года, из Тюмени, от журналиста Геннадия Иванова, который нам предлагал провести эту акцию. Мы впервые услышали о подобном формате. И он назывался Парад Победителей. И мы стали проводить как Парад Победителей. А Бессмертный полк, это, по-моему, из Тула проект идет. Но мы начали проводить как Парад Победителей. И считаем, что у нас так и будет, скорее всего, называться. Мы будем отстаивать это название. И, как мне кажется, он больше отражает суть. Спасибо за эту встречу. В нашей студии был Денис Боков. Это была программа подробностей. А вы не забывайте своих героев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин